Привет! С вами Виконста. Сегодня мы будем готовить карпа в духовке. Давайте приступим к мариновке. Карп у нас вышел на 1,5 кг. Это почищенный, не почищенный был 2 кг. То есть мы убрали голову, внутренние части все и у нас вышло 1,5 кг. На низ противня застелим пергаментную бумагу, вырежем по краям, чтобы рыба у нас не пригорела. Рецепт мариновки очень простой, поэтому с ним справится каждый. Выкладываем нашу рыбу на противень. Это, кстати, жир от рыбы. Мы его не выкидываем никуда. Теперь что мы делаем? Берем бальзамический уксус и немножко поливаем рыбу. Не совсем немножко. Вот так будет достаточно. Это придаст свой вкус. Я только недавно за него узнал и с ним можно классные вещи творить. И рыбу вот так смачиваем. Блин, рыбка обалденная. Теперь берем лимон и нарезаем маленькими дольками. Можно было сделать надрезы вот тут в рыбе и засунуть лимон. Но смотрите, в чем недостаток. Я вот сколько раз пытался так делать, у меня получалось вот здесь именно в этом месте кислило. Я не знаю, с чем это связано, но я решил просто положить сверху эти кусочки и запечь. И плюс остаток немножко выдавить на рыбу. Ну, совсем немножко получится. И вот так мы все делаем. В принципе, лимон это как декоративная штука, поэтому особого толка здесь от него не будет. Берем прованские травы и посыпаем рыбу внутрь. Хорошо обволакиваем. Ну, и сверху тут, чтобы масло для красоты было. Хотя, в любом случае, приправа потом вся сожмется и будет некрасивая. Но это так. Берем немного перца. Вовнутрь тоже сейчас насыпем, а потом промажем. Можно замариновать сначала отдельно, а потом уже выкладывать на противень. Ну, я решил сразу, не отходя от кассы, замариновать. И берем соль. Внутри все обильно посыпаем. Ну, и сверху. Снизу вот так тоже проводим пальцем. Соли слишком много не нужно, ну, чтобы она просолилась. Ну, думаю, так будет достаточно. Лимончик нам придаст немного пикантности. Поэтому так оставляем на 30 минут и потом закладываем противень в духовку. Выставляем духовку на 180 градусов. И здесь выбираем верхний и нижний обогрев. По таймеру вместе с разогревом на 45 минут. То есть, общее время приготовления будет в районе 40 минут. Ждем, когда духовка немного нагреется и закладываем рыбу. Продолжение следует... Играетность. Играет музыка. Вытягиваем рыбу из духовки и ждем, когда она немного остынет. Такая вот красота получилась. А еще шкорчит. Кот, ты кушать будешь? Милка, Милка уже нам подготовит. Давайте подавайте быстрее, сейчас будем пробовать. Выкладываем рыбу на тарелку, как же она режется, сок течет. Красотища. И сейчас будем это выкладывать в посуду. Жирок течет, класс. Милка, сейчас будем кушать. Сейчас я вам немножко поближе покажу, чтобы вы оценили эту красоту. Не рыба, а сказка. Ну что, давайте попробуем. Духовка, конечно, решает. Это вам не сковородка. Я сильно близко камеру для вас не ставлю. Потому что многие просили, не показывай близко. Потому что кушать хочется. Какое-то блаженство. Кушать рыбку с духовки. Очень вкусно. Так что пробуйте, готовьте. И у вас обязательно все получится. Я думаю, вы не сможете просто так на меня смотреть. Потому что... Уже вот так уже гурчит. У всех. И только у меня, а у Катавы. Да и у вас. Ммм. 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 Спасибо, что просмотрели. Я буду кушать. Всем приятного аппетита. С вами на канале был Виконста. Увидимся. Пока.